Ты опять выходишь на связь, Мудила? Книгу много кто прочитал, и мне приходила тьма отзывов, положительных, крутых отзывов. Просьба, те, кто уже почитал, зайдите, пожалуйста, на сайт Литрес в раздел моей книги и оставьте там оценку в виде звездочек и свой комментарий по поводу книги, свою оценку личностную, как вы считаете. Подписались все нахуй на этот сайт, быстро! Для того, чтобы книга немножко пробивалась из-за большой суеты других книг, потому как, опять же говорю, отзывов приходило очень много, и их бы сейчас было хорошо поместить на сайт Литрес. Сайт крупнейший. Спасибо вам всем большое за поддержку, читайте мою книгу на здоровье, оставьте отзыв, это будет очень-очень полезно. Узнаете этого мужчину в модных очках с позолоченными часами? Его лицо вам кажется знакомым, не правда ли? Возможно, это очередной коуч или специалист по личностному росту. Да, этого человека вы наверняка знаете, он не простой инфо-цыган, он на минуточку кремлевский инфо-цыган. Как многие уже догадались, это Миша Маваши, ранее известный своим ЗОЖ-рэпом, а ныне общественник, большой патриот и сторонник так называемой спецоперации. Поэтому, дорогие наши зрители, прям как на телевидении, готовьте вкусняшки, выкраивайте время и слушайте. Лицезреть наши щи не обязательно, вы можете в принципе просто послушать, хотя мы вроде как ребята лицеприятные. А мы пьем шу-пуэр, да, ребята, чтобы вдруг не было каких-то вопросов, что это они там пьют. Мы пьем хорошую шуху, поэтому вполне возможно, что к середине беседы нас уже разгонят. Всем привет! На свалке истории Миша должен был оказаться еще много лет назад, но он до сих пор остается на плаву, несмотря на то, что эпоха турничков, русских пробежек давно закончилась. О нем нам напомнили наши подписчики. Под одним из видео появился комментарий, сделайте наконец разбор перлов Маваши и его общественной организации. А почему бы и нет? Сегодня мы вспомним биографию этого легендарного персонажа и поговорим о том, чем на самом деле занимается Миша. Спойлер! Лучше бы и дальше читал рэп. Поехали! А перед тем, как начнем, попрошу вас подписаться на наши ресурсы в уже родной тележеньке. На канал Вестник Бури Ориджинс, ну и на мой личный канал. Времена нынче сложены, что будет с Ютубом непонятно, поэтому вэлком. Ждем людей доброй воли в гости. И еще, друзья, как вы, наверное, знаете, производство видео требует не только творческих сил, времени, но и материальных затрат. Капитализм, к сожалению, пока диктует свои условия. Мы не продаем рекламу на наших ресурсах, не получаем деньги от влиятельных спонсоров и сомнительных фондов. Мы снимаем ролики только на ваши пожертвования, поэтому сохраняем полную автономность и самостоятельность. Но без вашей помощи каналу трудно развиваться теми темпами, которые бы нам хотелись. Поэтому большая просьба поддержать нас не только разовыми пожертвованиями, но и на постоянной основе через сервис Бусти. Там вы найдете не только сам контент на Ютубе, но много чего интересного помимо него. В общем, большая просьба помочь. Ссылку на наш Бусти вы найдете в описании этого видео. Ну а мы продолжаем. Миша Маваши, а в миру Михаил Ниц, родился на севере Казахстана. Вырос там же, а затем уехал в Россию. Учился Миша уже в Челябинске на юриста, но по профессии никогда не работал. Говорит, что всегда писал стихи и увлекался музыкой. Прежде чем мы познакомимся с общественными успехами Михаила, нам придется вернуться в 2009 год. И вспомнить эти теплые времена, когда трава была зеленее, в России еще не установилась правая диктатура, ну а президент Димон не шалил в интернетиках, как сейчас. Не мешайте пива с водкой, ну просто пизда, как голова болит. Он еще вчера, походу, опять в телеграм хуйни написал. Именно в 2009 году Миша Маваш выпустил свой первый альбом, который назывался ни много ни мало, только... Сюда не суйся, у себя тусуйся. В целом это был обычный околоблатной хип-хоп. В России его тогда рэперы клепали на любой вкус и цвет. Миша оригинальностью не отличался. Черный мерин, кресты и купола, строчки за жизнь, ну и все такое прочее. Мир молодого исполнителя крутился вокруг братков, ментов, барыг и басен про криминал. Никакого зожа, правильного смысла и традиционных ценностей здесь еще нет. А Миша плотно затягивается сигаретой на фоне кирпичной стены. Я бы включил вам оригинальный кусок этого, так сказать, творчества. Но, уверен, не прилетит от Ютуба за авторские права. Поэтому я подобрал вам схожий по смыслу фрагмент другого исполнителя. Разницы особой я не вижу. Лед, кокс, таблитос, мэм, в чем вопрос? Спрос породил предложение, все телки чистый кейк-мос. Мост, правда, перейти, и ты на лейбре, иди айпи. Жаль, меня не берут. Нужно дорасти. Казгольдер и я, целая семья. Дубоев. Раунд! С 11-го года наш герой вошел во вкус и начал клепать свои убогие альбомы по штуке в год. И тут началось православие, ЗОЖ, национализм и призывы резать барыг. Тут уж Маваша нашел свою нишу и стал очень узнаваемым персонажем. Российский слушатель запомнил его именно таким. Единоборство, турнички и расхаживание с группой мужчин в облегающих майках. В 10-х творчество Мамаши разошлось на мемы, а за ним и его фанатами закрепился образ пернатых. Проще говоря, петухов. Ну вы, конечно, и сами помните все эти мемы. И связаны они были не с блатной тюремной субкультурой. Скорее образ деревенской птицы прилепился к фанатам Миши из-за их позерства и желания читать другим мораль. Петух не самый сильный и большой зверь на селе, но зато очень громкий и с виду самовлюбленный до того, как отправиться в суп. Получается, этот петушок любил хорошо пожрать и любил как минимум двоих от души. Он висит на турниках целый день и качать свою бицуху ему не лень. Турники из-за уже иконы наши, ну а главный турникмен Миша Маваши. Он введет сухой закон, чтобы ты не свился, как-то сам в бане с пивком он веселился. Рэбачок из-за уже заветы наши, ну а главный лицемер Миша Маваши. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, голос со стороны параши. Нелегко, ой, нелегко быть тобой. Миша Маваши, Маваши, Маваши. К черту все книги, русский не должен читать. Все, что ты должен делать, это сорок от груди сжать. В самом здоровом теле, самый здоровый дух. Рифмы мне надоели, Миша Маваши, петух. Раунд! В 2012 году вышел знаковый альбом под названием «Зерно». Само название альбома уже доставляло немало фана. Типа, ребятки, смотрите, я вам покушать принес. Поклюете и повисите на турничках за Русь. Но тут у меня только две версии. Либо Миша Маваши был тогда настолько туп, что не знал, как кличат его фанатов в интернете. Либо он так преисполнился в пост мета-иронии, что таким образом троллил уже своих хейтеров, вызывая нужный хайп и внимание к своей персоне. Но так или иначе, его творчество действительно нашло свою целевую аудиторию. Я напомню, в 2012 году еще не стихли русские марши, собирающие достаточное большое количество народу. И все эти загоны нашего героя про злых мигрантов и вообще нерусских действительно находили отклик у молодежи. В нескольких крупных городах России в понедельник прошли так называемые русские марши. Акции националистов с главным требованием к властям прекратить бесконтрольно растущие потоки мигрантов в страну. Самая крупная демонстрация состоялась в московском районе Люблино. По оценкам полиции в ней приняли участие 8 тысяч человек, по данным организаторов 20 тысяч. Мы пришли на русский марш показать, что русские люди есть и что нас не запретить, что никому не сломить волю русского человека. И что все-таки, как-никак, мы добьемся справедливости, что кавказское население отсюда свалит. Все эти мигранты просто отсюда уедут и все. Кстати, о русских маршах. Маваши всегда отрицал обвинения в нацизме и даже читал об этом в своем, так сказать, рэпе. Я не являюсь нацистом и не виню приезжих, но беспредельщиков я буду резать, как и прежде. Я не являюсь нацистом. Я не являюсь нацистом. Я не являюсь нацистом. Я не являюсь нацистом. Да ты заебал. Может быть, это и так, но в интернете форсилось вот это фото Миши. Как видим, здесь у нашего музыкального гения на плечах набиты весьма интересные татуировки. Слева цифры 1-4 в римском варианте, а справа 8-8 в арабском. В нацистской нумерологии данное сочетание означает ни много ни мало Да, там есть другие прочтения, но все они также отсылают Германии 30-х годов. Я не знаю, зачем бить татуировки, которые могут быть даже косвенно нацистскими, если ты каждый раз отрицаешь, что ты нацист. Наверное, даже Миша осознал это неприятное противоречие и на всякий случай перебил две восьмерки, чтобы не было больше вопросов. Смекалочка. Ну вот, ребята, додел я свое домино. Доминошка готова, а вы там уже попочки развязали от гнева. В общем, Михаил не унимался и продолжал шокировать интернет-пользователей своим правильным смыслом, ну то есть хип-хопом. У него появились сайт-проекты типа Цель Разгром и фиты с правыми рэперами из 2517. Маваша пребывал Зинитислава, несмотря на то, что над ним хохотали все остальные. Но в какой-то момент все пошло не по плану. В 2016 году наш герой внезапно пропал с радаров. Позже оказалось, что он плотно подсел на вещество, преимущественно из аптеки. Ему их помогал доставать знакомый. Как Михаил сам рассказывал в одном из своих интервью, он не заметил, как заторчал на запрещенных медпрепаратах. Итак, кто хочет начать сегодня? Депрессион, короче. Депрессион конкретный, да. Не есть, не спать, не ешь, не спишь, ничего не хочешь. Ну, такой прям. Вот. И мне там один познакомствовал, такой хороший знакомый. Он мне там начал прописывать антидепрессанты, соники. И я постепенно, постепенно не заметил к тому, как я просто заторчал на запрещенных медпрепаратах. Просто настолько провалился вот. Это называется аптечный наркомат. У каждого есть слабое место. В 2017 году Маваши кое-как излечился от зависимости и вернулся к творчеству. Дописал свой последний альбом, но, как он сам рассказывал, на его презентацию пришло 140 человек. Карьера рэпера для Миши закончилась. После этого он основал Маваши Групп. Второсортный околорок, который не нужен никому, кроме самого Михаила. Ушло то время, когда он мог вдохновлять своими строчками своих юных фанатов, болтаться на турниках и щемить неформалов. Миша-музыкант тоже закончился. Пару лет назад Миша начал вести свой телеграм-канал, который пафосно назвал своим же именем Михаил Федорович Маваши. Все чинно и благородно, а вы как думали? Перед публикой у Гаши звезда отечественного хип-хопа предстала в новом образе. Он отрастил бороду, перестал бриться на лосо и даже приобрел очки для пущей убедительности. Теперь он начал все больше вещать про то, что творят на улице мигранты из Средней Азии, как страдают от этого простые русские люди и как все сферы культуры оккупировали геи со своими европейскими ценностями. Да, весьма свежие мысли. Двое представителей мужского пола пришли в платьях с макияжами, как у проституток 90-х, просто конченые. Все это форсировалось, все это было хихоньки-хахоньки, поэтому что-то проверять там на наличие ЛГБТ, я не знаю, что-то можно проверять, если там все очевидно, явно, бескомпромиссно и однозначно. Прогоны, прозоршие разборки почти полностью исчезли, и Миша сконцентрировался на страшилках о том, как злобные приезжие захватывают Россию, убивают, насилуют и наводят свои порядки. И опять люди, так мы их назовем, хреново говорящие по-русски. И у меня опять, сука, вопрос. У нас опять этническая преступность. Опять вот это мы, бля, тебя, бля, найдем. Че это, бля, происходит? Что происходит? И вот в своей телеге Маваши впервые заговорил о неком объединении, которое он давно хочет создать, ну потому что многие его об этом просят. В 22-м году он провел встречу со своими сторонниками в московской гостинице «Салют», где анонсировал скорое создание нового общественного движения. Чтобы понять, что это было за сборище, лучше всего просто послушать организатора. Это видео Миша Маваши записал сразу после своей встречи. Данную встречу мою окрестили, как Миша Маваши собрал всех правых в гостинице «Салют». Миша Маваши собрал всех людей с правой политической позиции в гостинице «Салют». Ребят, в гостинице «Салют» я собрал своих подписчиков, читателей, слушателей, единомышленников. Я не собирал там правых или левых или посерединных. Поэтому все журналисты, которые это окрестили как люди с правой политической повязкой, тоже, пожалуйста, придите в себя. Никакой политики там и речи быть не может, и не было, и не будет. На самом деле, ни одно крупное российское издание о сходке имени Миши Маваши тогда не написало. И новость разошлась только по околоправым пабликам юных националистов. Михаила это напугало, и он, как по методичке, начал оправдываться, что никаких правых на встрече не было. Были только любители традиционных ценностей и всего такого. А разве правые не могут уступать за традиционные ценности? Ладно, Миша у нас не только рэпер-общественник, но и большой политолог. Поэтому просто смотрим дальше. До встречи в гостинице «Салют» в этот же день меня выдернули на встречу. Не то, что выдернули. Меня пригласили на встречу культурника. Я приехал уже к ребятам, которые туда уже повыше, так скажем, объясним. Ну, в общем, серьезные дядьки, да, которые меня прямо спросили. Миш, что ты там собрался делать? Давай, чайкуешься нальем, поболтаем. Что ты собрался делать? Я говорю, вот это, вот это, вот это, вот это. Они говорят, все, в политику лезь собираешься. Я говорю, ни в коем случае, она никогда не интересовала, и мне там делать нечего. Они говорят, все, двигайся, как двигаешься, молодец. Будем потихонечку тебе содействовать, чтобы какие-то у тебя сложности были преодолены более просто. В принципе, затея хорошая. Ну, вы поняли. То есть новоиспеченный общественник Михаил Федорович Мавашик прямо перед встречей со своими сторонниками заехал к каким-то серьезным дядькам, чтобы выложить им свой проект и получить добро на оболванивание населения сказками про русский мир. В этом случае заезжать Миша мог только в два места. На старую площадь, где расположена администрация президента, или на соседнюю Лубянскую площадь, где находится, сами знаете, какая контора, из каких трех букв. Итак, я буду стараться сейчас организовывать некое объединение на общественных началах. Не политических, только общественных. Я буду писать сейчас грант. Мы сейчас будем составлять грант, готовить все документы, писать грант на просветительскую деятельность в медиасфере. И при этом движуха будет фактическая. В города, где это будет сделать возможно, где появятся определенные лидеры, где смогут объединиться люди и начать. Что будет делать объединение по городам? Совместные занятия спортом. Обязательно что-то типа, назовем это сначала так, литературный кружок. Обязательно, обязательно взаимопомощь. Те люди, которые находятся в рамках объединения в каждом городе, они друг другу помогают. И самое главное, на местности такие ребята, такие объединения должны реагировать локально на события, происходящие у них в регионе, где происходит несправедливость, и где людям нужна помощь. Да, объединение носит славянский характер, потому как у неславян есть диаспора, и они могут этим заниматься, помогать друг другу без проблем. Но почему-то мы, славяне, русские, остались без диаспоры, и вот такое вот будем создавать потихонечку. Там такие лютые, нахуй, типа. Настолько лютые, что там не то, что строго только славяне, там строго только древлеяне, нахуй. Кривичи-ветичи, бля. Перун-сворог-дождьбог, бля. И чтоб в холодильнике всегда творог был, бля. Совместные тренировки, литературный кружок, какая-то абстрактная помощь друг другу, а самое главное, добровольные пожертвования на общее дело. Что предлагает Миша? Это типичная имитация бурной деятельности под крышей «сами знаете кого». Отличительной чертой таких объединений всегда является отказ от политики. Именно это Маваш и старательно подчеркивает. На общественных началах, не политических, только общественных. Кроме того, он прямо говорит о том, что организация будет существовать на деньги государства, от которого Михаил собирается получать гранты. Знакомая схема, да? А что делать, елы-палы? В итоге организацию создали и даже зарегистрировали в Минюсте, как общественное объединение «Северный человек». По задумке, это такая славянская диаспора только у себя дома, в России. Люди по этническому признаку сбиваются в группы, знакомятся, тренируются и совместно отстаивать свои интересы, если это требуется. Во-первых, звучит вроде неплохо, но только если хорошо не вдумываться в эту идею. Маваш и его соратники отводят русским нам всем. Роль гостей во дворце Путина, Российской Федерации. Эти деятели предлагают русским забить на политику и отдать все рычаги власти друзьям-нефтяникам президента и их обслуги, для которых русские, как, впрочем, и другие народы бывшего СССР, явно не находятся в приоритете. Во-вторых, этнические общины создаются не от хорошей жизни. Они призваны преодолеть одиночество человека в чужом инокультурном обществе за счет кооперации и солидарности. То есть, по факту, Миша и его друзья признают, что в нынешнем государстве русский человек не защищен и одинок. И это государство ему враждебно. Но тогда зачем брать у этого государства деньги? Михаил, ты не видишь здесь противоречия? Видимо, нет. Пока сын Кадырова избивает в СИЗО юного Никиту Журавеля, адепты северного человека под надзором ментов проводят рейды против мигрантов, чтобы силой отправить их на фронт. Видимо, это Миша Маваши имел в виду под совместной деятельностью. Ну, не знаю, на этом видео я насчитал почти 30 здоровых спортивных мужиков, а это уже взвод, которые бы больше помогли фронту, чем несчастные работяги из Средней Азии, ни разу не державшие автоматы. Странно это все, ребята. Очень странно. Или нет? Пока наших сограждан целыми пачками отправляют в зону повышенного риска, сами знаете куда, Миша отрабатывает будущие гранты и транслирует нужную властям ультраохранительскую повестку. Вот, например, что он говорил, когда началась мобилизация, ставшая настоящим ужасом для нашего общества. И, конечно же, виноват в этом не Кремль, который ее затеял, а коварные враждебные силы из-за рубежа. Тут Миша большой оригинальностью не блещет. На этом фоне произрастают многие большие, огромные ресурсы, которые на этом фоне занимаются чем? Разжиганием паники среди населения. Сейчас идет конкретная раскачка в сторону революции. Поймите одну вещь. Сейчас уже дело не Путин, не Путин, режим, не режим, и сло, не сло. Сейчас вопрос-то и в том, кто здесь. Не допустить революции. Ни в коем случае. Потому как только у нас произойдет революция, нас порвут на части, страну порвут на части. И вам уже будет потом, поверьте мне, не до Путин, не Путин или еще что-то. Нас просто вот так вот. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Кто-то сейчас скажет, все понятно, Миша работает на администрацию президента, он там на, на, на. Нет, ребятушек. Я работаю на русского человека. Я работаю на славянский этнос. Я на вас всех работаю, только зарплаты нет. Басни про Цепсу и информационные вбросы вообще стали визитной карточкой Михаила. За помощью к этой структуре он обращается регулярно, если что-то в его делах идет не так. В частности, однажды он заявил, что исламофобом его выставляют украинские спецслужбы, а сам он не при делах. Он говорит, ну вот почему ты там взял и высказался против всего ислама и мусульман в целом взял вот так сказал. Я говорю, теперь смотри, сейчас потратить время, и если ты мне найдешь свидетельство того, что я это говорил, мы с тобой будем разговаривать дальше. Он говорит, в смысле? Я говорю, я слова не сказал против ислама и мусульман. Я не говорил этих слов. А где эта информация? Я говорю, ты поищи, у меня же ресурсы все есть. Все мои видосы связаны с этим строительством, пересмотри еще раз и возвращайся. Он мне пишет через два часа. Он говорит, я не нашел. Я говорю, потому что я этого не говорил. Я сказал, что мы не допустим стоить в мечети таких размеров и на этом месте. Я сказал, не будет этой мечети. Он говорит, подожди, откуда информация, что ты конкретно топил именно против ислама и мусульман? Я говорю, а вот теперь я тебе расскажу. Так работает ЦИПСО украинская. Помните историю про мегамечеть, которую хотели построить в Москве на Святом Озере? Это возмутило многих, и в обществе началась дискуссия. А нужно ли это религиозное учреждение в этом месте? Были и митинги, сборы подписей и многочисленные обращения. Спор дошел даже до Кадырова, который заявил, что всех, кто выходит на митинги против мечети, хорошо бы отправить в окопы. Типа пусть там русскую землю защищают. Миша Маваш и его друзья тоже включились в эту дискуссию и выступали резко против строительства мечети. Но при этом он ни слова почему-то не сказал Кадырову, да и на фронт не отправился. Так, молча сглотнул. Вот так вот. В путинской вертикали чувство ранга – это святое. Ну а идеологические принципы уже вторичные. Но мечети и мигранты – не единственное, на чем Миша делает хайп. Золотой жилой для него стала так называемая спецоперация. Как ранее уже отмечали некоторые Z-блогеры, раньше все это успешного хип-хопера вообще не интересовало. И в эту крайне прибыльную тему он ворвался, когда кормушка расширилась настолько, что хватит каждому казенному патриоту. Мало того, мы же еще занимаемся СВО. Наше объединение «Северный человек» освоило 32 миллиона ребят. И только еще своих 2 миллиона потратил я личных денег. 34 миллиона. Мы освоили на СВО. Вот сейчас вот мы вчера здесь в Москве купили 2 Митсуби СЛ-200 и погоним их сами лично. Погоним, причем поедем по трем направлениям, одно из которых сейчас очень горячее. Туда пацанам нужно срочно привезти птичку. Прокомментировал, значит, на эмоциях видео Михаила и назвал его подхохленком. Конечно, все свои слова я тщательно взвешиваю. И что вообще делал до спецоперации? Как-то он участвовал в Донбассе. Он же лидер русского мнения. Он лидер мнения русского народа. Где он был на Донбассе? То есть он морально флюиды отпускал. Но он не приехал, потому что ему наплевать было. До СВО. По поводу всех вот этих сборов. Я там провожу сборы. Кто-то мне скидывал какое-то видео, где ребята военные благодарят за помощь. Ребята, сборы может проводить даже беременная женщина сейчас. Я думаю, какая-то инстаграмщица, она больше сборов проведет. То есть молодой, здоровый парень, он может более плодотворным делом заняться. Если он до этого хотя бы не воевал, до этих событий, у него есть шанс. А все эти сборы зачастую, к сожалению, бог ему видит в сердца людей. Сборы сейчас в СВО. Для кого-то это бизнес, для кого-то это пиар. Для кого-то это и бизнес, и пиар. Поэтому для меня сборы и помощь ничего не значат. Знаете, тема сборов для армии для меня лично вообще кажется весьма мутной и непрозрачной с правовой точки зрения. Если один кремлевский военный патриот поссорился с другим, то он непременно предъявит ему за это. Так что думайте. Этот крипто-хохол, активный бандервит, судя по всему, прикрывающийся призраком Новороссии и собирающий деньги, за которые, кстати, интересно было бы знать, а как он отчитывается? Вот у него все время сбор денег. Вот наш фонд, понятно, как отчитывается, нас проверяют. А как отчитывается нечто, призрак Новороссии, за постоянно собираемые бабки? Ну так, любопытно. Призрак он, ага. Призрак в том плане, что никогда никакой Новороссии не будет, поэтому призрак. Крипто-хохлядская сволочь, прикрывающаяся именем Новороссии. Внимательный зритель уже догадался, куда приводит такой путь. Из некогда популярного, хотя, мягко скажем, своеобразного рэпера, Миша Маваши превратился в карманного зет-блогера, продающего своей публике протухшие лозунги. Сейчас он воображает себя патриотом, ведь якобы защищает русских, а в действительности просто проговаривает ту чушь, которая сейчас так нужна нашей власти. А когда разрешат сверху, отправляет своих сторонников стращать мигрантов и помогать ментам выписывать им повестки, чтобы те скорее отправились строить русский мир на юго-восток Украины. При этом над Маваши смеются даже те, с кем он, казалось бы, когда-то стоял на одних позициях. Вот, например, русский националист Артем Ураган-Краснолуцкий, который ныне примкнул к другой стороне и воюет за Украину. В свое время он довольно резко высказался в сторону нашего героя. Но основной его претензией было даже не то, что Маваши находится по другую сторону фронта, а то, что он пытается играть в русский национализм по правилам Кремля. Получается очень кринжово. Вот на вакантный титул лидера ФСБшники посидели, подумали и снарядили Мишу Маваши. Цель этого объединения очень проста. В разных городах России собрать под куполом активную националистически настроенную молодежь, с которой еще можно работать и с которой можно сделать контролируемую оппозицию. Вы можете в этом объединении собираться вместе пить чай, устраивать русские пробежки, висеть на турнике и отжиматься за Русь. Но если вдруг вы что-то захотите сказать против власти или, не дай бог, сделать, то будьте готовы, что вас объявят иноагентом или сторонником идеологии Азова. Не остались равнодушными Кмаваши и другие люди, также считающие себя русскими националистами. Так называемый русский добровольческий корпус, состоящий из бывших футбольных фанатов и российских нацистов всех мастей, сегодня тоже воюют на стороне Украины. В сентябре они передали Мише пламенный привет. На заднем стекле его фальшенебельного внедорожника появилась надпись «Привет от РДК». В ответ Миша разразился длинным аналогом, в котором, не выбирая слов, начал выяснять, кто из них на самом деле более правый радикал. Уровень этой дискуссии вы можете оценить сами. Спойлер. Жаба-гадюкинг 80-го левела. Фальт. Меня зовут Денис Вайтрекс, я командир русского добровольческого корпуса. Что это за бред? Капустика? Фу. Михаил, поверь, если ты жив, так же, как и твое корыто, соответственно, ты нам абсолютно неинтересен. То, что их сейчас всем называют петухами, ну это уже там люди сами дали нарицательное, и пускай разбираются. Как он по сути свои, ну овца, ну реальная овца. Но если когда-нибудь твой автомобиль взорвется, а тебя изобьют до смерти под подъездом, знай, это тоже будет не наших рук делов. Ну там же, блядь, кони, ну черти прям кончены. У нас хочется сказать, ребята, все, кто еще где-то там головой в подсознании находится в пгавой движухе, которая не имеет никакого отношения к русскому национализму, к русской идее и к русскому правому движению, одумайтесь. Тех самых кавказских абубадидов, которых ты на словах так активно загоняешь. А на самом деле они правят Россией. Пгавые, азовцы, которых, и азовцы, и все эти подразделения, пгавые, которые были созданы на бабки сионистов, то есть нонсенс, сука, ходят, кидают зигу там, что-то говорят про какую-то расу, что-то там втирают по доктрине того же Муссолини, там Гитлера, еще там разных, да, писанин. В то время как их создали полностью на свои цели сионисты. Счастливо. В целом, ребят, за меня не переживайте, все нормально, все по расписанию, нужную информацию не получаем, мы работаем и так далее, и все нормально. Ну, дам краткую рецензию. Игра была равна, играли два говна. Если вы думаете, что бедного Миши прилетает только от проукраинских нацистов, то вы сильно ошибаетесь. Есть у него доброжелатели и поближе. В декабре 23-го года прокремлевский телеграм-канал сообщили, что против Маваши началась проверка. Спустя 10 лет силовики внезапно обратили внимание на его альбомы с опозданием «Зерно» и «Петбуль». Их начали изучать, вы не поверите, на предмет пропаганды криминального образа жизни. В связи с запрещенным в России движением ЛГБТ... АУЕ. Но это еще не все. Кроме того, силовики подозревают Мишу в финансировании, сюрприз-сюрприз, украинской армии. Дело вот в чем. Бывшая жена Маваши, а по совместительству его партнер по музыкальному проекту «Маваши Групп», Валерия Воеводина после начала войны покинула Россию. И обнаружилась в Киеве, где сейчас ведет бизнес, зарегистрированный на тещу Маваши. И, по мнению силовиков, вместе с бывшим мужем донатит ВСУ. Сам рэпер, разумеется, начал оправдываться и заявил, что с женой в разводе вокалистку давно сменил и никаких денег ВСУ не отправлял. Когда ты любишь свое ремесло, свою родину, свою жену, свою семью, ты же ради этой любви можешь такие вещи выдать, правильно? Там горы свернуть можешь. Как бы там ни было, интерес правоохранителей к Маваши совсем не совпадение. Прокремлевские СМИ связывают проверку с конфликтом Маваши и президентом Международной ассоциации бокса Умара Кремлева. Но я думаю, дело не только в 40 с представителями большого спорта. Миша не единственный желающий присосаться к патриотической кормушке. И у него есть масса конкурентов, которые напишут на него донос и глазом не моргнут. Вот такая жестокая внутривидовая борьба. В общем, наш Миша хайпажор, лицемер и, по сути, бюджетник, приторговывающий право идеологии по указке сверху. Из-за чего получает даже от своих бывших и нынешних коллег по националистическому цеху. Такие люди очень сейчас нужны Кремлю. Беспринципные карьеристы, поднимающие свои личные котировочки на проблемах нашего общества. Но сейчас я хотел бы поговорить не о нем. С ним, в принципе, все понятно. Я хотел бы обратиться к здравомыслящим русским националистам. Знаю, такие еще есть. А вам самим вообще это все нравится? Тема взводных мигрантов, совершающих преступления в России, искусственно раздута. И это говорю не я, а статистика МВД. Ну смотрите, по данным министерства, за прошлый 23 год, с января по ноябрь, количество совершенных негражданами России преступлений сократилось на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть никакого резкого роста миграционной преступности не наблюдается от слова совсем. Более того, по разным подсчетам, число мигрантов в России составляет от 4 до 6%. То есть число преступлений с их стороны явно не выше, чем со стороны граждан России. А скорее всего, даже ниже. Ну и это еще не все. Если взять результаты исследования Института экономической политики Гайдара, то за первое полугодие 23-го количество приехавших в долгосрочную миграцию составило 282 тысячи человек. А в 22-м было 333 тысячи. То есть число прибывающих в Россию мигрантов за год сократилось на 16%. И судя по всему, это далеко идущий тренд, вызывающий панику среди чиновников. Потому что сокращающийся поток мигрантов, купе с чудовищной демографической катастрофой среди русского населения, уже вызывают проблемы на рынке труда. В России попросту скоро некому будет работать. И русский Иван не заменит на московской стройке уехавшего Равшана. Потому что русский Иван попросту не родился. Ну или погиб под Авдеевкой. И эту проблему не решить пустопорожней болтовнёй про традиционные ценности или запретом абортов. От репрессии и пропаганды демография не улучшается. Тут нужна качественно, качественно другая системная политика. А вы думаете, нынешняя власть на это способна? Сильно сомневаюсь. И в этот тяжёлый, сложный момент эта же власть начинает искусственно разгонять мигрантофобию по ТВ. Заряжать северного человека на рейды, шугать таджиков и киргизов по стройкам. Что только усугубляет и без того нервозную обстановку в обществе. А в перспективе вообще грозит серьёзными проблемами в экономике. И у вас не возникает вопроса, зачем это всё? Кому это выгодно? Думаю, что даже серьёзные дядьки, которые благословили Мишу Маваши на это дело, вряд ли ему это расскажут. Но если Михаил скоро сядет на гранты и лично в этом заинтересован, то зачем это нужно вам? Вам хочется быть бездумной пехотой, которую просто используют в тёмную. Не думали ли вы, что в какой-то момент, когда всё пойдёт не по плану и не так, вас попросту сделают крайними? Разве раньше такого не было, правда? Например, тот же Тесак в своё время связался с кремлёвским проектом «Спасибо, Ева». Создатели проекта отрицают, что приложили руку к его популярности. Нет, во-первых, если проследить историю возникновения «Окупай педофилий». Нет, точно не Юран его сделал знаменитым. Мы уже взяли максимально готовый продукт и выпустили его пару серий, пару эпизодов под лейблом «Спасибо, Ева». Ну, с нашим там монтажом, подходом, заставку мы сделали, эту знаменитую, которую он написал. Он был популярным. То есть я просто его видел на «Спасибо, Еве», а он до полтора уже как везде был. Но это были чрезвычайно комплементарные видео, в которых Марцинкевич выступал в образе защитника детей. Один из создателей проекта Юрий Дегтярёв водил дружбу с Василием Экименко, главой движения «Наши» и «Росмолодёжи», и получал от него деньги. Доказано, что «Росмолодёжи» дальше финансировала проект «Спасибо, Ева». Кстати, всем участникам клипов, снимаемых Евой, платили. Ключевые персонажи там получали по 50-60 тысяч за ролик. Приличные деньги по тем временам. Тесак давал интервью, публично дискутировал с членом общественной палаты и участвовал в ток-шоу, где даже зиганул от души. Марцинкевич на телеке не был нежелательной персоной. При том, что каких-то оппозиционеров уже тогда особенно никуда не звали и не пускали. Тесак сделал все имя на том, что якобы охотился за педофилами и пилил с ними какие-то адские видосы, где их обливали мочой, ну и всё такое. Сразу после издевательств этих типов отдавали ментам. Ну то есть фактически Тесак открыто сотрудничал с полицией. При этом собирал деньги со своих сторонников за участие в этом, так сказать, аттракционе. Он даже создал целую общественную организацию «Реструкт», у которой были отделения по всей России. Ничего не напоминает? Но потом его медовый месяц с властью внезапно закончился. Зимой 13-го года на него было возбуждено третье уголовное дело. Он сбежал в Украину, ну а потом на Кубу, откуда его выдали России, где он сел в тюрьму, из которой уже не вышел, закончив свою жизнь при весьма странных обстоятельствах. Ну и судьба командиров русской весны вам также хорошо известна. Есть версии, что они стали жертвами далеко не украинских спецслужб. Да чего далеко ходить? Вон целый военный министр ДНР, тоже русский националист, уже сидит в тюрьме из-за поста в телеге. Даже не помогла серьезная ксива одной влиятельной организации. А еще один русский националист и патриот, внезапно поссорившийся с Кремлем из-за боеприпасов, нашел свое пристанище в Тверской области. И есть куча примеров поменьше, которые мне просто, ну, лень перечислять. Но это ваше дело. Обдумывать мои слова или нет? Если хотите все это обсудить, пишите комментарии к этому видео. Только просьба делать это культурно и вежливо, не переходя на личности. Welcome! Ну а ко всем остальным друзьям и товарищам, как обычно, просьба распространить это видео. Поставить ему лайк, ну и подписаться на канал, пока нас не запретили. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok